Очень изменчивые и различные погодные условия. Погода будет формироваться под влиянием атмосферных фронтов, которые придут к нам с северо-запада Европы. И на грани теплого и холодного воздуха как раз будут отмечаться достаточно интенсивные осадки. На севере Украины это в виде мокрого снега с дождем, в других регионах просто дождь. Температура воздуха в дневное время, от 8 марта, составит на севере от 1 до 6 градусов тепла, в других регионах от 6 до 11, на юге и западе до 13 градусов тепла. То есть погода будет достаточно разнообразной. 7 числа осадки ожидаются только на западе Украины, а в большинстве регионов осадков не ждем. Утром седьмого слабый мороз, где-то от 0 до 5 градусов, и дневная температура от 2 до 7 градусов тепла. В течение 9-10 нужно ожидать понижения температуры в северных и западных областях Украины. Ночные часы до 4-9 градусов мороза и днем около 0. В то время как на юге, в центре и на востоке Украины температура воздуха останется еще высокой. ночи 0, плюс 5, и в дневные часы от 5 до 10, скажем так, в Крыму до 13 градусов тепла. Ну, вот как-то так. А 8 марта везде будет дождливо или нет? Да, к сожалению, кроме Крыма, думаю, что в Крыму как раз будет наиболее благоприятное условие, это тепло и сухо. А в других регионах будет либо идти дождь, либо со снегом, как на севере Украины. Спасибо вам большое, всего доброго. Пожалуйста. Придется менять планы. Уже запланировали шашлыки и прочь, но, наверное, нужно пересматривать в пользу игрушек боулингов, развлечений под крышей. Можно по-другому? Нет, не успеешь ответ получить. Сейчас будут следующие 2 ночи. Время выделим для того, чтобы аккетов. Вопросы не будут. Посмотрим. Если будет плотно, звонков не очень большая, тогда будем вклиниваться уже. Добрый день. Здравствуйте. Примирий. Алло. Назовитесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Виктория Тинован, город Киев. Вопрос следующий. Подскажите, пожалуйста, зачем страна такая снежная зима была в этом году? Ну, во-первых, начнем с того, что таких снежных зим у нас не так уже много. Скажем, немножко была зима 2010-2011 года, потом в этом году. Перед этим у нас были очень мягкие зимы, не считая зимы 87-88 года и 2006 года. Поэтому зимы у нас будут разные. А вот объяснить причины, почему так много осадков. Вот в Киеве, например, в эту зиму выпало рекордное количество снега. Например, в декабре только где-то в 2,5 раза выше, чем месячная норма осадков. И причина этому, ну, все считают, что главная причина – это те климатические изменения, которые происходят во всем мире и не только в Украине. И они как раз проявляются через увеличение, скажем, перепадов температуры, через увеличение интенсивности осадков. Но все это происходит на фоне, в общем-то, повышенного против нормы температурного режима, который отмечался и отмечается и будет отмечаться во все зимние периоды ближайших лет. Я не могу. Спасибо. Пожалуйста. Вы сказали, выпало рекордное количество осадков. За какой период? Я сказал, за декабрь. Вот только в декабре выпало рекордное количество осадков. За всю историю наблюдения. А, вот, за всю историю наблюдения. Да, в городе Киеве с 1881 года. Угу. Ничего себе. Мне почему-то казалось, что прошлая зима была более снежная. То есть, помню, у нас были тогда катаклизмы такие, что как бы снег и не вывозили, не успевали. А в этом, ну, груб. Ну, просто в этом году условия его накопления были немножко другие. Он был более вылажен. А, таял быстрее. И, естественно, он таял, уплотнялся, поэтому не все так. А так, в Киеве выпал 134 миллиметра против нормы, где-то 47. Ну, а прогнозировать, насколько я понял, невозможно, да? То есть, вот, вернемся к этому. Алло. Добрый день. Прямая линия. Назовитесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Алло. Добрый день. Меня зовут Алина Матерекция. И скоро засуну. И у меня такой вопрос к Николаю Ивановичу. Стоит ли ожидать паводков весной? И второй вопрос также, вот, если, меня интересует, какие реки могут выйти из берегов? Ну, если интересует Сумщина, то ничего серьезного на территории Сумской области мы не ждем. Снега там не так много, вот, поэтому вода может выходить только на заплавные территории, что, в принципе, является природным явлением. А вот осложнение паводковой ситуации можно ожидать на территории Черниговской области в трех районах, связанных вот с водами Десны с одной стороны и Днепра с другой стороны. Но это, как мы говорим, окружение водой населенных пунктов, некоторые, ну, прекращение движения транспорта. И это все, ну, более-менее реально. Такая же ситуация ожидается на правых притоках Припяти и на самой Верхней Припяти в пределах Волынской, Ровенской и частично Житомирской областей. В других регионах чего-нибудь такого опасного, представляющего угрозу для территории, для населения, мы не ожидаем. Спасибо большое за ответ. Пожалуйста. А эта информация поступает сразу куда-то в МЧС, то есть, или куда-то вот... Обязательно, вопросы же я лично докладывал на заседании правительственного штаба по половой дюйм, по всему этому делу, потом два раза, потом в нашем Державной службе с назначительной ситуацией проводили специальные совещания по данному вопросу. Поэтому все информированы, я думаю, что в достаточной мере на уровне людей, принимающих решения. По крайней мере, ежедневности не будет. Добрый день. Добрый день. Прямая Леня, назовите, пожалуйста, задавайте вопрос. Добрый день. Я Евгения, меня зовут Света. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Почему нельзя предстатывать погоду хотя бы на 3-3 недели вперед, чтобы мы как-то мог не планировать? И из-за чего вот даже космочные прогнозы, которые делают угольки травецирации, часто они сбываются? Вот можно ли хоть какой-то срок, когда было бы 100% гарантии? Ну, погода формируется атмосферой. Атмосфера – это такая многофакторная среда, на состояние которой влияет, ну, чрезвычайно много различных параметров. Именно поэтому, чтобы учесть влияние каждого параметра, создаются специальные математические модели, которые учитывают это состояние атмосферы и дают, в принципе, возможность, решая эти уравнения, прогнозировать будущее состояние атмосферы и уже от состояния атмосферы переходить к прогнозу погодных условий. Так вот, ввиду того, что далеко не всякие факторы в атмосфере можно, они, во-первых, очень много совсем неизвестных, и их нужно каким-то образом оценивать. И вот ошибки в оценке уже приводят к ухудшению качества прогнозов. Это с одной стороны. С другой стороны, сами наблюдения, которые производятся, они даже по факту, измерение температуры производится с точностью до 0,1 градуса. И понятно, что если ошибка будет накапливаться уже на десятые сутки, мы будем иметь ошибку в один градус. На пятнадцатые сутки как минимум полтора. А эти ошибки могут накладываться на другие ошибки, и таким образом получается, что качество прогнозов ухудшается по мере увеличения заблаговременности. И сегодня во всем мире метеорологическая наука не двинулась дальше 15 суток, и это считается пределом предсказуемости вообще в развитии атмосферных процессов и состояния атмосферы. И этот предел, он абсолютно объективен, он обусловлен, скажем, существующими мощностями вычислительной техники, несмотря на суперкомпьютерные технологии, их явно не хватает для этого дела. И, естественно, состоянием самой метеорологической науки, и, кроме того, недостаточностью наблюдений на таких достаточно огромных территориях, которыми являются мировые океаны. Мировой океан, он мало, скажем, недостаточно наблюдений на территории, на этой акватории, и это приводит к ухудшению. Ну и, кроме того, над некоторыми территориями, такими, как, допустим, арктические регионы России, вообще очень мало метеорологических станций, а отсутствие таких станций, конечно же, влияет на качество прогнозов. Поэтому все в комплексе не дает возможности, в принципе, получить стопроцентный результат, и ухудшение качества от суток к суткам, оно составляет где-то 1-2%, но наиболее надежные прогнозы это до 5 суток, которые, оправдываем из которых за 95%. Спасибо. А у нас пытались, как-то вот техники смещать действие, чтобы погоду предсказывать? На сегодняшний день наши специалисты чисто в информационном плане, ну, вооружены достаточно. То есть, они используют те же результаты математического моделирования, которые используют синоптики других стран в Европе. И связано это с тем, что у нас совершенно открытая система обмена информацией, бесплатная система, вот, которой она координируется всемирной метеорологической организацией. И таким образом мы имеем возможность пользоваться английскими, французскими, немецкими расчетами, шведскими, голландскими, американскими, любыми. Другое дело, что мы не эксплуатируем у себя, скажем, суперкомпьютерную технику, которая очень дорогая и нам не по карману на сегодняшний день, и не считаем, собственно, собственные модели, которых у нас нет, но можно было бы, скажем, вести расчеты по моделям, которые могут предоставить нам, любезно предоставить наши коллеги из таких достаточно развитых метеорологических отношений стран. Но это вопрос другой, это вопрос денег и времени. Ну, хорошо, спасибо вам, хорошей погодой. Спасибо. А какой, ну, есть ли смысл создавать, в принципе, эти модели, то есть, если погрешность на 5 дней 95% достаточно, ну, высокая цифра, то есть, смысл у нас самим, ну, как бы эту модель создавать, если, в принципе, она есть? А мы не собираемся этого делать. Ага. Я когда сговорил... Но мы не делаем, потому что денег нет. Не-не-не, мы не считаем. Другое дело считать. А изобретать модель? Нет, они уже все изобретены, причем достаточно качественные, английские, европейские, французские модели, американские, неплохие. Их просто нам бесплатно передают. Пожалуйста, пользуйтесь, но адаптируйте их к своей территории. Алло. Добрый день. Прямо Аменина, зовитесь, пожалуйста, задавайте вопросы. Андрей, я вам тут беспокоят. Скажите, а правда ли, что футклимат в Украине за последние одни годы обменялся? Или же мы в данный момент наблюдаем какое-то временное потерпление? Потому что зима была хоть и снежная, но в общем, они холодные. И скажите, как будет меняться климат у нас? То, что климат в Украине поменялся, это несомненно. Это подтверждается рядом метеорологических наблюдений, которые ведутся в Украине в разных городах по-разному. Есть и 150, и 160 лет наблюдений. И это все подтверждается, потому что за последние 20-25 лет, средняя температура зимнего периода в Украине выросла для января где-то больше, чем на 2 градуса, для февраля чуть-чуть меньше, чем на 2. Таким образом, декабрь изменился мало. Таким образом, имеется явная тенденция, причем достаточно стремительная, к повышению среднегодовой температуры, к повышению температуры зимнего периода и температуры летнего периода. Переходные сезоны, там эта тенденция выражена меньше. Таким образом, можно утверждать, что глобальное потепление для территории Украины имеет место. Другое дело, насколько оно будет длительным, то здесь мы не можем гадать, ведь для оценки будущих изменений климата и текущих, скажем так, создана межправительственная группа экспертов по изменению климата, которая работает при ООН в системе Всемирной метеорологической организации, и она ежегодно выдает отчеты о состоянии глобального климата и его изменений и последствий, которым приводят эти изменения. Так вот, эти оценки как раз говорят о том, что в ближайшие 50-100 лет не следует ожидать, скажем, приостановления глобального потепления. Приходится верить на слово, поскольку других авторитетных, таких вот, скажем, источников, их просто нет, а отдельные ученые имеют совершенно противоположное мнение о том, что глобальное потепление приводит к таянию ледников, которое приводит к охлаждению воды Мирового океана, и которое приводит к последующему похолоданию. На этом все гипотезы, но пока эта тенденция, она сохраняется, причем очень стойкая, устойчивая и крутая тенденция к возрастанию температуры. Долго ли, не долго ли, это вопрос десятый. Если в течение ближайших 50 лет нынешними темпами на территории Украины будет происходить повышение температурного режима, то мы скоро превратимся в такую тропическую страну, ну, не скоро, а лет через 50. И если наши отрасли экономики, в первую очередь сельское хозяйство, энергетика, транспорт и другие, не будут адаптированы к тем изменениям, которые уже произошли и которые происходят и будут дальше наблюдаться, то и через 50 лет потепление остановится, то есть стабилизируется температурный режим, то это уже будет никому не интересно, поскольку убытки от, скажем, таких климатических изменений, они просто, их сегодня оценить даже невозможно, но они в любом случае будут огромны для значительной части населения Земли. Понятно. Ну, большое спасибо. Погода. По поводу того, что бесплатно обмениваетесь информацией, то есть откуда такой альтруизм, то есть в чем ссор, в чем ссор? А ссор в том, что погода не имеет границ, и это не политическая структура. Значит, давайте, ну, давайте. Добрый день. Да, добрый день. Добрый день. Катя Киев, скажите, что все разговаривают о глобальном потеплении, много статей на эту тему, да? А, в последние зимы в Украине хоть и не очень холодные, но вот довольно снежные. Как вы это объясните? Ну, во-первых, никто никогда не говорил, что глобальное потепление и потепление, особенно выраженное в холодный период года, на территории Украины, оно не несет за собой выпадение снега. Нет, еще температура не повысилась до тех значений, при которых снег, в принципе, будет выпадать мало. Поэтому и имеют место, и дальше будут отмечаться резкие изменения температурного режима от значительных потеплений к достаточно ощутимым похолоданиям, на фоне которых также выпадает снег. Поэтому одно другому не противоречит. Другое дело, что температура, которая наблюдается, все-таки она имеет, как правило, если оценить весь зимний период нынешнего года, то в любом случае эта температура выше нормы, причем значительно выше нормы, от 2 до 4 градусов, что вот только, ну, может быть, да нет, все месяцы практически были у нас теплыми, за исключением коротких периодов похолоданий, которые были в продолжительности до 10 дней. А так, в принципе, это повышенный противнорм температурный режим. Угу. Спасибо большое. Понятно, что погода касается всех, но что мешает выставить нам счет за какие-то, не знаю, предоставленные услуги, информацию или еще чего-то? Или информация собирается для всех средствных? То есть, моделирование и прогнозирование погоды невозможно без учета на всем земном шарике. Есть глобальные модели, которые считают по всему земному шару. В итоге, в интернете мы получаем возможность по любой точке земного шара, указав только ее координаты, получить прогноз погоды, рассчитанный где-нибудь в Америке. Добрый день. Прямая линия. Назовитесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не знаю. Какой вопрос, Николай Иванович? Ну, все, наверное, читают народные предметы, но, не знаю, на сфере я тоже читаю. Ну, как разумеется, если это день будет солнечный, то зима будет там, не всегда снежная и так далее. Как разумеется, вы складываете народные предметы, и насколько они вообще работают с вашим наблюдением? Ну, я должен ответить, наверное, по нескольким направлениям. Ну, во-первых, насколько работали раньше народные предметы. Еще будучи студентом, вот, и после того, как пришел на работу, мы занимались исследованием, насколько же народные предметы соответствуют своим прогнозируемым характеристикам. Оказывается, что никаких особых закономерностей, связанных с народными предметами, не существует. И эти все связи, если есть, то они слабые и случайные. Поэтому им и раньше нельзя было доверять. Особенно в условиях, когда климат уже настолько изменился, то любые приметы, которые были замечены, скажем, нашими предками, они сегодня просто работать не могут. Поэтому к этому надо относиться спокойно, к такому достаточно оптимистическому и веселому жанру прогнозирования. То есть мы делим все информацией, которые происходят у нас на Украине, то есть... Да. Значит, невозможно спрогнозировать, не имея, в общем, скажем, погоды на значительных территориях. Вот, скажем, если прогноз оставляем до Украины, то нам нужно знать погоду во всей Европе и немножко дальше, даже Атлантику. Добрый день. Прямая линия. Назовитесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Александр, я из Киева. Вот такой вопрос Николай Иванович хочу задать. В зависимости от того, что изменяется климат в Украине, в частности, вот в Киеве, какие бы вы могли подскажете новой садовой культуре, что вы пробовали с даже пригороди Киева? Николай Иванович. Спасибо большое за вопрос. Ну, во-первых, я же не агроном, я метеоролог. Вот. Хотя в обязанности украинского гидрометцентра входит оценка состояния развития и прогнозирования урожайности, и валового сбора основных сельхозкультур. Но вот по садовым как-то у нас оно не практикуется. Хотя в целом состояние, за состоянием садов, там, где есть возможность, наши метеостанции наблюдения проводят. Особенно в периоды такие сложные, когда очень сильные морозы, нужно оценивать, насколько пострадали те или другие насаждения. Но что касается, что выращивать в условиях изменяющегося климата, мне, конечно же, трудно посоветовать. Можно просто использовать какой-то подход. Вот, скажем, раньше, скажем, на широтах, вот, скажем, в пределах Севера, Николаевской, Кировоградской областей, вот, какие там выращиваются такие садовые, которых у нас нет. Скорее всего, что они одинаковые, но если есть какие-то другие, видимо, тут нужно подбирать сортовой состав. Вот сортовой состав действительно можно подвинуть дальше на север, тот, который вот раньше культивировался на юге. Ну, не очень далеко, ну, думаю, километров на север. Картофель? Картофель, картофель любой, это не вопрос. Ну, я мог бы больше ответить по зерновым, например, что если еще лет сорок назад у нас в Украине, в северных регионах Украины, нельзя было получить, например, нормального качества зерно кукурузы, хотя урожайность ее могла быть обеспечена, но качественного семенного материала в северных регионах Украины получить было невозможно из-за недостатка тепла. То есть сегодня на всей территории Украины, включая крайние северные точки, можно выращивать кукурузу на зерно, как семенной материал. Это говорит о том, что у нас количество, скажем, теплообеспеченность у нас на таком уровне, что позволяет делать даже такие вещи. Продолжение вопроса, ну, не могу не задать, уж больно в тему. На сайт пришел вопрос. Бананы, Джесса Ржатыч, и помидоры у нас с чем родят? Помню, тему бананов мы затрагивали и в прошлом. Наши визиты, мы никуда мы от них не денемся. Ну, то, что, скажем, культивирование риса однозначно будет продвигаться дальше на север в Украине, и его количество выращивания этой культуры, то есть сбор валовый, он будет расти с каждым годом, это несомненно. В отношении таких бананов и других, то, конечно, это пока проблема, еще не время, но все впереди. Ну, лет 50, в общем. Ну, да. Вашим этим. Ну, да. Добрый день.